Эта трогательная мелодрама была снята в 1981 году и не оставила зрителей равнодушными. Фильм получил государственную премию РСФСР, а также премии на заграничных кинофестивалях. По сюжету главный герой принимает ответственное решение и усыновляет трех детей, оставшихся без матери. Полина его родная внебрачная дочь, Павлик ее брат, а Степка приемный ребенок, которого забрали еще младенцем. Узнаем, как дети попали на съемочную площадку и как сложилась их дальнейшая жизнь. В роли цыканенка Степки Михаил Бузылев-Крэццо. Миша уже в три года выходил на сцену, а в четыре оказался на съемочной площадке. Фильм «Мужики» он попал благодаря болезни. Незадолго до кинопроб мальчик перенес корь, из-за которой его побрили на лысо. А еще он был весь в зеленке, которой мазали характерную для этого заболевания сыпь. Когда режиссер фильма «Искра Бабич» увидела лысенького и зелененького цыганенка, то поняла, что герой найден, а ведь на роль немого Степки было много претендентов. Но именно незащищенность обритого мальчишки и обворожительная улыбка сделали свое дело. Он был артистичным ребенком, рос в семье актера Дмитрия Бузылева, представителя старинно-цыганской династии, который известен ролью брата цыганки Рады в фильме «Табор уходит в небо». По сюжету Степка был немым, но четырехлетний Михаил постоянно об этом забывал и испортил немало дублей. Так мальчик, завидя папу, тот же кричал «да-да-да-да» по-цыгански папа. Его отец снимался в этом фильме в роли друга главного героя и одновременно помогал мальчику справиться с поставленными задачами. Режиссер «Искра Бабич» общалась с Михаилом терпеливо и по-матерински, но когда ее требования не выполнялись, то в ход шел авторитет отца. В трогательной сцене, где Степка делит булочку пополам с дворняжкой Рексом, отец юного актера очень помог. По сюжету, мальчишка сначала должен был залезть в будку к собаке, но выяснилось, что Миша боится это делать. Уже позднее в одном из интервью актер вспоминал, что опасался Мумуки. Оказывается, мама, когда сын ее не слушался, пугала его злобной Мумукой. Вот юный актер и воображал, что в собачьей будке, куда ему нужно было залезть и была темнота, сидит эта Мумука. Никакие уговоры на мальчишку не действовали. Тогда отец Дмитрий Бузылев оторвал заднюю стенку будки и влез в нее сам. После этого Мишка уже не боялся заглядывать в конуру. Надо сказать, что Леониду Брежневу так понравилась игра мальчика, что ему выписали личную премию 500 рублей. В дальнейшем Михаил снялся со своим отцом еще в четырех картинах «Детский сад», «Возвращение Будулая», «Очи черные» и «Цыганка Аза». Больше в художественных фильмах он не появлялся. Как и его отец, он выступал в драматическом цыганском театре «Ромэн». Затем основал Национальный музей интернет-проект «Краски нации». Принимал участие в документальных фильмах и телепередачах. Сейчас он пишет книгу и намерен снять документальный фильм о творчестве своей семьи. 26 августа ему уже исполнится 46 лет. У него есть жена и две дочери. В роли Павлика снялся Петр Крылов. Петр был на съемках со своей матерью, актрисой Верой Лисковой, которая исполняла роль продавщицы в магазине. Именно она решила привезти сына на пробы и его утвердили на роль Павлика. Петр быстро подружился со своим братом по съемкам и попал под влияние шустрого и бойкого мальчугана. Вместе они неоднократно проказничали и мешали съемочному процессу, но режиссер относилась к их шалостям с пониманием. Со своей ролью он справился, но будущим актером не стал. Крылов получил высшее образование в МГИМО и успешно занимается строительным бизнесом. Вместе со своей молодой женой проживает в загородном доме. Дружба с Михаилом продолжилась и во взрослой жизни. Они не теряют связь друг с другом и встречаются в эфирах телепередач. В роли Полины Ирина Иванова. За несколько лет до своего дебюта Ирина пыталась получить роль Майи в картине «Приключения электроника». Однако тогда она не прошла пробы из-за слишком грустного взгляда и очень расстроилась. Иванова училась в седьмом классе, когда ей позвонили и пригласили сниматься в фильме «Мужики». А она долго отнекивалась, так как интерес к кинематографу у нее к тому времени пропал. Ирина была москвичкой, а играла сельскую девочку и много из уклада жизни сельских жителей ей было непонятно. Но со своей ролью она справилась. Актер Александр Михайлов убеждал ее поступать в театральный, так как видел ее потенциал. Но Ирина была другого мнения. Ей совершенно не понравилось, как она сыграла. Она не понимала, почему все зрители плачут. И только будучи взрослой, она проникла с темой этой драмы. А тогда Ирина отказалась от всех предложений режиссеров, согласившись сняться только в эпизоде фильма Алексея Сахарова «Лестница». Иванова работала с документами ГИБДД. Там встретила будущего супруга, вышла замуж и стала матерью троих сыновей. В детстве она мечтала о муже, у которого на погонах звездочек больше всех. Ее мечта исполнилась. Она стала домохозяйкой, растила детей, а потом занялась ресторанным бизнесом и разведением животных. Она не жалеет, что отказалась от карьеры актрисы. Главным было для нее стать матерью. Для режиссера «Искры Бабич» фильм «Мужики» стал четвертой и самой известной работой. За него она получила государственную премию РСФСР имени «Братья Васильева». Ее называли одной из самых известных и перспективных женщин-режиссеров. Но после фильма «Мужики» она сняла всего одну картину и уехала жить в деревню в Рязанской области. Переездом в Поплевино она пыталась спасти от пагубных пристрастий мужа и дочь. Актера Афанасия, Кочеткова и рок-певицу Ольгу Кочеткову. «Искра Бабич» ушла из жизни в 2001 году после тяжелого заболевания, а через три года не стала Афанасия и Ольги. Режиссеру на съемочной площадке пришлось нелегко, надо было управлять не только процессом, но и детским садом из трех детей. Михаил Бузылев периодически забывал, что его герой немой, а Ирина Ивановка не понимала, почему ее героиня должна расстраиваться от того, что со двора уводят корову. Да, даже с собакой были проблемы. Фильм снимали в Ставропольском селе Татарка и режиссер попросила ассистентов найти ей самую обычную дворняжку. Ассистенты нашли Рекса, которому в фильме оставили его имя. И все шло гладко, до сцены, когда Рекс отчаянно бежит за машиной. Собака спокойно смотрела вслед уезжающей Волги и шла по своим делам. Ей показывали из машины колбасу и мясо, но и это не заставило Рекса сдвинуться с места. Бились с ним до тех пор, пока кто-то не догадался сходить за его хозяйкой. Женщина села на заднее сиденье, посмотрела в окно, помахала собаке и машина поехала. Вот тогда и удалось снять этот драматический пробег. Субтитры создавал DimaTorzok